Вы на канале Science Daily. В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» с японскими космическими туристами Йосаку Маэдзавой и Йозу Хирону, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным. Об этом сообщили в Роскосмосе. Полет японских туристов был первой туристической миссией для Роскосмоса после 12-летнего перерыва. Туристы провели на орбите 12 дней. За это время на канал Йосаку Маэдзава было добавлено почти 20 видео. Со своими подписчиками Маэдзава поделился опытом приема пищи, чистки зубов и даже хождения в туалет в невесомости. В других роликах он показал своим подписчикам, как правильно пить чай и спать в невесомости. После прибытия на орбитальную станцию японские туристы присоединились к семи членам экипажа МКС, которые в настоящее время на станции занимаются научными исследованиями в области биологии и физики. Во сколько обошлось это путешествие для Маэдзавы неизвестно. Но по сообщениям американской компании Space Adventures, вместе с которой Россия уже отправляла раньше туристов в космос, эта сумма колеблется от 50 до 60 миллионов долларов. Следующим пунктом космической программы Маэдзавы будет полет вокруг Луны на космическом корабле компании SpaceX в 2023 году. Вместе с ним полетят еще 8 космических туристов. Маэдзава и его помощник это первые частные лица из Японии, которые побывали в космосе с тех пор, как в 1990 году на орбитальной станции Мир побывал японский журналист. А пока Маэдзавы и его помощника ждет реабилитация после пребывания в невесомости, которая займет от 2 до 3 недель. За это время японцы должны восстановить свою нормальную физическую форму. Science Daily это самые свежие новости из мира науки и космоса. Оставайтесь с нами!